Виноградинка Пикчурс Голден Хэнс Продакшн Представляют Баршмелон Приветствую вас на канале Виноградинка Сегодняшний выпуск особенно понравится сладкоежкам, потому что сегодня мы будем готовить маршмеллоу Желатин залейте половиной стакана воды Слегка перемешайте и дайте желатину набухнуть Посмотрите на упаковку вашего желатина и там вы найдете всю информацию, как долго желатин должен замачиваться предварительно Быстро растворимому желатину достаточно 5-10 минут Желатину, который имеет такие более крупные гранулы, нужно подольше постоять, примерно минут 30 В сотейник всыпьте сахар Соль Инвертный сироп И добавьте оставшуюся воду Желатин уже набух Превратился в такую массу Теперь его нужно растопить до жидкого состояния в микроволновке или на водяной бане Растопленный желатин перелейте в чашу для взбивания Пока набухает желатин, мы подготовим формы для маршмеллоу Удобнее всего использовать силиконовые формы, предварительно смазав их растительным маслом без запаха Но если у вас нет силиконовой формы, вы можете использовать любую подходящую форму или посуду Застелите ее пищевой пленкой или бумагой для выпечки и также смажьте растительным маслом Поставьте кастрюлю с сиропом на средний огонь И варите, помешивая, до закипания После закипания варите сироп на среднем огне примерно 8 минут Или до температуры 110 градусов Начинаем взбивать желатин на самой минимальной скорости Затем увеличиваем скорость до средней и начинаем тонкой струйкой вливать сироп Когда влили весь сироп, увеличиваем скорость до самой максимальной и взбиваем примерно 15 минут Продолжение следует... Через 15 минут взбивания масса очень сильно загустела и побелела. Теперь ее нужно быстренько-быстренько переложить в форму. Продолжение следует... Продолжение следует... Маршмеллоу нужно дать стабилизироваться при комнатной температуре минимум 8 часов. Вот уже 8 часов прошли, теперь нужно смешать в одинаковых количествах сахарную пудру и кукурузный крахмал. Лучше просеять эту смесь и можно извлекать маршмеллоу из формы. Щедро посыпаем рабочую поверхность сахарной пудрой с крахмалом и переворачиваем сюда маршмеллоу. Также присыпаем сверху сахарной пудрой. И теперь нужно нарезать это все на квадратики. У меня маршмеллоу будут довольно пухлые. Вообще достаточно, я бы сказала, где-то сантиметра два с половиной заливать форму. Вот эта форма у меня 20 на 20 сантиметров. Маршмеллоу нарезайте тонким острым ножом, предварительно смазав его растительным маслом. И каждый раз, если что-то к ножу прилипло, обязательно очищайте. Тогда будет легче ровно и красиво нарезать. Предварительно можете сделать себе линеечкой разметку, чтобы было проще все ровно разрезать. Продолжение следует... Хорошенько обваляйте маршмеллоу в сахарной пудре и уберите в герметичную коробку с крышкой. Так они могут храниться 2-3 недели точно. Ну, правда, я не совсем уверена, что вы захотите их хранить. Посмотрите, какие они пухленькие. И хочется немножко пожмякать, а потом сразу же съесть. Вы можете импровизировать с этим рецептом маршмеллоу, заменить воду для сиропа на лимонный, апельсиновый или, например, вишневый сок. И тогда у вас получится маршмеллоу немножко с другим вкусом. Также из маршмеллоу можно делать замечательный декор для тортов и разных десертов. Я смазываю силиконовый коврик тонким слоем растительного масла без запаха. И затем отсаживаю разной формы декор. После того, как он подсохнет, его можно использовать для украшения десертов. Можно отсадить вот такие полоски из маршмеллоу. Когда они подсохнут, обвалять в сахарной пудре и завязать их в узелки. Или можно их порезать еще на небольшие сегменты. Получится тоже интересное украшение. Или можно сделать вот такую улитку из маршмеллоу. Благодарю вас за просмотр и до встречи в новых фильмах! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок